Подведены итоги работы Михайловского ГОКа в январе. Добычной передел завершил программу месяца на намеченном уровне. Рудоперерабатывающий комплекс работал стабильно. В итоге объемы производства концентрата и окатышей соответствуют плановым цифрам. Все контрольные показатели комбинат выполнил. Мы выполнили план по концентрату, по окатышам. В этом месяце также производили несколько видов окатышей для разных потребителей. Все контрольные цифры, оценивающие работу комбината, по производственной части выполнены. Актуальным для всех подразделений цехов в зимний период является организация производственного процесса с учетом понижения температуры и обильных снегопадов. Дорожное участок родоуправления ведет постоянный контроль состояния автомобильных дорог. По необходимости занимается их расчистка, обеспечивая бесперебойные перевозки горной массы в карьере. А также безопасную доставку трудящихся на рабочие места. Особенности режима работы железнодорожников при плане снегопорьбы таковы, что жизненно важные для работы комбината обеспечения основного производства направления перевозок объявляются приоритетными. То есть обеспечение отгрузки готовой продукции, доставка руды для нормальной работы, фабричного передела для производства концентрата – это приоритет. В рамках программы обновления производственных мощностей предприятий «Металлоинвеста» на Михайловский ГОК продолжает поступать новая горная техника. В январе месяце закончилась сборка нового тягового агрегата в Управлении железнодорожного транспорта. Сейчас он находится в режиме обкатки. Устраняются последние замечания. В ближайшее время в Управлении железнодорожного транспорта ожидается поступление 12 новых думбкаров. В числе важных технических мероприятий текущего месяца значится завершение планового ремонта обжиговой машины номер 3 фабрики окомкования. Задачи по выпуску готовой продукции в феврале сформированы исходя из годовой программы производственного календаря комбината и с учетом запросов металлургов. Особое внимание, как всегда, направлено на выполнение плановых показателей по себестоимости, рациональному использованию энергоресурсов и материалов.